Мы с вами начали изучать класс частично рекурсивных функций. Ну, определение я напомню. Значит, f частично рекурсивный – это есть замыкание множества исходных функций и относительно суперпозиции, примитивной рекурсии и минимизации. Мы доказали, что всякая, это теорема 3, всякая частично рекурсивная функция вычислила. Прежде чем доказать обратное включение, давайте посмотрим на некоторые частично рекурсивные функции. Ну, на прошлой лекции мы применили операцию минимизации в константе 1. Ну, давайте я напишу. Значит, вот функция f от x равно наименьше y. И здесь я напишу 1 от y, функция от y, константа 1, равно x. Вот это операция минимизации, примененная в константе 1. y – фиктивная переменная здесь. А что это за функция получается? f от x равно… Ну, понятно, что она определена только в точке единица и равна там нулю. Ноль, если x равно единице. Ну, и не определена иначе. Не определена иначе. Ну, примерно такая же картина будет возникать, когда вы примените операцию минимизации к любой константе. Ну, вот всегда там будет в качестве значения 0, ну и только точки будут меняться единицы там или некоторая константа, которую вы поставите. Давайте еще одну посмотрим функцию, хорошо известную. Значит, напишем f от x равно наименьше y. Вот здесь поставим функцию y плюс 1. y плюс 1 равная x. Ну, тут тоже понятно, что возникнет частичная функция, поскольку функция y плюс 1 не принимает значение 0. Таким образом, f от x – это уже содержательное задание функции. Это будет x минус 1, если x больше 0, и не определена, если x равно 0. Вот интересная функция возникает, если, ну, скажем, к функции вот этой, вот эту я галочку поставлю, которая предназначена только в точке 1, применить операцию минимизации. Ну, давайте я ее выделю, скажем, поставлю тут штрих. Давайте посмотрим, что за функция. Ну, скажем, здесь же от x для разнообразия. Значит, наименьшее y такое что? И здесь вот это f' от y равно x. Как видите, функция f' в точке 0 не определена. Если вы помните, как действует операция минимизации, она ищет наименьшее y подбором, причем начиная с нуля, то есть y равно 0, 1 и так далее, пока не наткнется на вот наименьшее y. Если мы придадим значение 0 переменной y, то у нас сразу образуется неопределенное значение. Это значит, что дальше мы не можем продвинуться. То есть ни при каком x вы не можете перейти через это неопределенное значение. Таким образом, функция g от x не определена ни в одной точке. Ну, вот есть специальное название – g нигде неопределенная функция. Это важная функция. Без нее там не было бы и половины известных результатов. Но она немножко, ну, кажется, искусственной. Что это за функция, которая неопределена ни при одном значении переменной. Но, тем не менее, легко понять, что эта функция вычислима. Легко построить машину Тюринга, которая неприменима ни к одному значению аргумента. Так что здесь особого противоречия нет. Может быть, это немножко непривычно сначала, но она такая же равноправная, частично рекурсивная функция. Так, ну, давайте еще для разнообразия применим операцию минимизации какой-нибудь приличной функции. Ну, скажем, y квадрат. Значит, ну, давайте я буду писать, скажем, f1 с индексом f1 от x равно наименьшее y. Ну, здесь y в квадрате равно x. Понятно, что получится частичная функция, поскольку функция y квадрат не принимает всех значений. Ну, она всегда предана, но всех значений не принимает, так что вот эта функция f1 будет определена, не определена на бесконечном числе значений x. Ну, и легко понять, как она будет выглядеть. f1 от x равно, ну, это фигурная скобка, это содержательное задание функции f1, значит, она равна корню из x, если x квадрат. Квадрат, ну, полный квадрат. Ну, и не определена иначе. Не определена иначе. Ну, примерно такую же функцию, то есть в идейном плане. Вы получите, если, скажем, вместо y квадрат рассмотреть функцию там 2 в степени y или 3 в степени y. Ну, больше я не буду останавливаться на применении операции минимизации. Ну, гораздо больше примеров у вас будет на семинарах. Теперь в дальнейшем нам понадобится функция, которая нумерует пары. Ну, таких функций можно придумать массу. Обычно такие функции отображают множество n квадрат на множество n взаимнооднозначно. Ну, вопрос состоит в том, чтобы взять вычислимую функцию, ну, и как можно более простую. Вот в качестве такой функции я рассмотрю функцию, обозначаю c, c от x, y. И это есть функция x плюс, это полином, y в квадрате плюс x. Вот эта функция c разнозначно, можно проверить, значит, разнозначно. Разным парам x, y она сопоставляет разные числа, но она не принимает все значения из n. Ну, это не очень большой недостаток, достоинств у нее гораздо больше, но поскольку она, как видите, задается очень простой формулой, значит, вот эта функция c, я напишу, отображает n квадрат в множество n, не на, а в. Там бесконечное число значений она не принимает, но тем не менее с этой функцией удобно работать, ну, и мы будем в действительности работать. Значит, мы хотим по значению функции x извлекать вот эти x и y. Ну, соответствующие функции я буду обозначать l маленькая и r маленькая. Значит, l маленькая от v. Значит, вот имеется в виду, что v, вот в качестве v будут браться значения функции c. Значит, чтобы получить l, то есть левый член пары x, что надо сделать? Ну, вот перед вами тут запись c от x, y. Значит, надо извлечь корень, целую часть корня квадратного из этого из этой величины. Значит, это будет x плюс y. Ну, и из v, значит, чтобы потом получить x, значит, надо из v вычесть этот квадрат целой части корня из v. Значит, пишу v. Настоящего минуса у нас нет, а есть минус с точкой, но этого достаточно в данном случае. Значит, тут извлекаем корень квадратный из v, делаем целую часть, ну, такую функцию. Она примитивна, рекурсивна, мы об этом говорили, и возводим в квадрат. Значит, еще раз посмотрите. Значит, если в качестве v вы возьмете значение функции c, то есть x плюс y в квадрате плюс x. Что получится? Когда вы извлекаете корень и берете целую часть, образуется в точности x плюс y. Легко проверить. Потом возводите квадрат, то есть x плюс y в квадрате. Ну, и, значит, из значения c, то есть x плюс y в квадрате плюс x, извлекаете x плюс y, вычитаете, простите, x плюс y в квадрате, получается x. Ну, и правый член пары, то есть y, в данном случае будет извлекаться. Значит, значение дается функцией r от v тоже, от одной переменной. Ну, понятно, если у вас есть возможность найти левый член пары, то легко получить и правый член пары. Значит, надо взять целую часть корня из v, ну, это, значит, будет x плюс y, и вычесть там l от v. Обе функции, и l, и r, малые, примитивно-рекурсивны. Ну, поскольку мы знаем, значит, целую часть корня и разность, вот это минус с точкой, это примитивно-рекурсивные функции. Вот эта функция, которая, ну, нумерует в пары, ну, так сказать, она не очень так распространенная функция, но удобна, поскольку вот эти обратные функции l и r. Они примитивно-рекурсивны, ну, и кроме того, задаются простыми формулами. Ну, вот эти формулы тут у меня выписаны. Так, нам потребуется нумеровать не только пары, но тройки. Ну, можно там и дальше n-ки нумеровать, но нам потребуется нумерация троек. И для этого мы используем вот эту уже определенную функцию c и определим через нее функцию c3. Это не куб, это c3. Значит, c3, которая нумерует тройки. Ну, тут довольно просто. Значит, надо взять c от x, y, так, добавить аргумент z, ну, и еще тут применить c. Не очень хорошо. Сейчас я перепишу. Так, равно c, c, x, y, z. Значит, сначала x, y, y сворачиваем с помощью функции c. Она дает номер. Ну, и потом, значит, добавляем аргумент z и еще раз сворачиваем результат с помощью функции c. Возникает вопрос, как из значения функции c3 получить x, y и z. Ну, это делается с использованием уже выписанных, уже полученных нами функций l и r. Значит, вот x, левый, ну, самый левый, такой член этой тройки. Как его извлечь? Ну, вот, перед вами запись. Значит, сначала надо номер пары, а из номера пары извлечь x. Значит, вот эта функция, которая дает x по номеру тройки, выглядит так. l, l от v. Ну, l вы знаете, как определяется. теперь у, ну, у похожей формулой, только на вторая функция должна быть r малая. r, l, v. Ну, и чтобы получить z, если у вас есть номер, надо просто r от v взять. вот такие функции, которые по номеру тройки выдают вам x, y и z. Ну, в дальнейшем мы эти функции будем широко использовать. Теперь, собственно, мы перейдем к частичной рекурсивности вычислимых функций. Но прежде чем сформулировать теорему и доказать, она довольно техничная, эта теорема, мы построим одну функцию, которая выдаёт, выдаёт, ну, можно сказать, номер или число, двоичная запись, которая является основным кодом. Значит, ну, я напомню основной код. Вот у нас есть некоторый набор x1, xn, на ленте машины Тюринга мы договорились этот набор изображать следующим образом. Значит, сначала, ну, я всё не буду, конечно, записываем массив из x1 плюс одной единицы, потом разделительный ноль, и так далее. Дальше массив из x2 плюс одной единицы, разделительный ноль и так далее. Ноль. И, значит, последний массив xn плюс одна единица. Вот это основной код набора x1, xn. Так мы всегда в начальный момент будем представлять этот набор на ленте машины Тюринга. Теперь мы хотим получить число, ну, у которого двоичное представление имеет такой вид, как я вот нарисовал. я вот нарисовал. Это число мы будем обозначать функцией θ. Давайте, значит, θ1 функции от одной переменной. Значит, вот у нас набор может быть при любом n, вот когда n равно единице, давайте построим функцию θ. Как она выглядит. θ1 от 0, значит, у вас на ленте машины Тюринга 0, в основном коде представлено одной единицей. Ну, значит, θ1 от 0 равно единице. Теперь θ1 от х х плюс 1 я не буду писать х1 х плюс 1 равно значит, если вы уже получили номер от х, то надо умножить на 2 2 θ1 от х и добавить единицу. Ну, наверное, это понятно. Значит, у вас увеличивается длина, увеличение длины, но в двоичной системе это умножение на 2 и добавляется младший разряд, это плюс 1. Теперь допустим, что функция θ1 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 от х1 х1 уже определена и примитивно-рекурсивно, ну, функция θ1, как видите, примитивно-рекурсивна, определим функцию θ1 n плюс 1. Здесь проведем рекурсию по последней переменной. Значит, определяем θ n плюс 1. Давайте я вот эти х1 и хн просто х тильда, а здесь 0. Как получить? Значит, вот у вас есть основной код набора х1 и хн, соответствующее число это будет θ n от х, что происходит, когда вы добавляете последний аргумент хн, ну, вот хотя бы одну единицу, что происходит? Вот тут надо поставить разделительный ноль и потом следующий разряд единицу. Значит, вы добавляете два младших разряда. Добавление двух младших разрядов это умножение на 4, ну, или так взвиг на два разряда влево. Ну, и плюс единицу. Значит, когда вы определяли θ 1, там нулей не было разделительных, и там умножение происходит на 2, а вот тут первый раз, когда вы добавляете одну единицу, происходит умножение на 4 и плюс единица, младший разряд. ну, а дальше понятно, так же, как и в случае θ 1, θ n плюс 1 от x x n плюс 1 плюс 1 равно, я сюда напишу, значит, θ n плюс 1 от x шволной x n плюс 1, так, да, простите, тут на двоечку надо умножить, тут умножим на двоечку, так, и плюс 1. Вот определены функции θ, ну, при любом n. Значит, еще раз напомню, что это число, которое в двоечном представлении имеет вид основного кода набора x1 и xn. Оно нам понадобится в дальнейшем при доказательстве там следующей теоремы. Теперь теорема 4. Вот дальше она у нас будет именоваться как формула к линиям. Формула к линиям. Ну, это тот самый к линиям, у которого была замечательная теорема по соотношению между регулярными множествами и, конечно, автоматными. Ну, на самом деле к линиям больше известен как специалист в области теории алгоритмов, и это формула к линиям, это, так сказать, классический результат. теорема такая. Для любой вычислимой, ну, имеется в виду на машине Тюринга, для любой вычислимой функции. Ну, я буду немножко сокращать, а то не войдет на эту страничку. значит, f от x1 xn найдутся найдутся примитивно-рекурсивные примитивно-рекурсивные функции. значит, они от n плюс 1 переменной. Ну, давайте здесь я, пожалуй, пишу g x1 xn y а вот функция h она зависит от f я ставлю индекс f g большое не зависит, а h зависит, ну, переменные тоже x1 xn y такие, что ну, вот, к сожалению, у меня тут на этой страничке места нет, поэтому я перехожу на следующую. Значит, функция f представима представима в таком виде, вот эта самая формула к линиям. Значит, вот тут g, здесь x1 и так далее, xn, а вот здесь а внутри операция минимизации наименьшая y такое, что hf от x1 xn y равен нулю, так, скобка, скобка. вот такая формула к линиям. Ну, прежде чем доказывать эту теорему, давайте посмотрим на формулу. Чем замечательна эта формула? Значит, функция f это произвольно вычислимая функция. Как видите, чтобы определить эту функцию в общем случае достаточно одного применения операции минимизации. Вот тут написано. Функции g и r они примитивны и рекурсивны. В их определении вообще говоря функция операции минимизации не используется. Таким образом, вот эта операция минимизации очень сильная. Вот, в отличие от операции примитивной рекурсии, примитивной рекурсии, которые там вообще говоря надо несколько раз применять при получении функции g и h, а вот операции минимизации достаточно применить только один раз. Ну, понятно, что если функция f там изначально была простой, примитивной рекурсивной, скажем, то и операции минимизации не надо. Эта формула универсальная, она показывает, как по машине Тюринга вот создать вот эти функции g большое и h большое. Итак, приступаем к доказательству этой непростой теоремы. Будем предполагать, что имеется машина Тюринга m, которая правильно вычисляет функцию f. Правильно вычисляет f. Более того, мы потребуем от машины m еще выполнение некоторого условия. Ну, может быть, все я не буду писать, но произнесу, конечно. Значит, мы хотим, чтобы при попадании в заключительное состояние машина m, ну, так сказать, продолжала работу, то есть находилась в этом состоянии q0 постоянно и ничего не меняла на ленте, не издвигала головку и не изменяла символа, который обозревает машина в этот момент. Вот в таком исходном определении вычислимости там предполагается, что в момент достижения заключительного состояния машина останавливается и все. Но вот здесь нам удобно считать, что машина работает в любом случае неограниченно долго. Либо она вот как в первом определении в исходном просто так зацикливается и работает неограниченно долго. А вот во втором случае, когда она достигает заключительного состояния, вот будем считать, что она там пребывает постоянно. Достигла и в этом состоянии находится находится в той же самой клетке и ничего не меняет. То есть вот стоит на первой единице основного кода результата. Ну, это чисто техническое условие, ничего тут особенного нет, и мы будем считать, что такое условие выполнено. Ну, и давайте еще, значит, для краткости обозначим набор х1 хн через х. х1 хн этот набор. Рассмотрим в произвольный момент времени вычисление то, что происходит на ленте машины М. ну, как говорят, конфигурацию, которая возникает на ленте машины М. Ну, давайте я вот нарисую еще вот некоторые Машина обозревает некоторую клетку в некотором состоянии Ку-И-Т. Вот Ку-И-Т. В клетке там может быть что угодно, и ноль, и единица. мы считаем, что алфавит у нас ноль, один, других символов нет. Теперь разделим ленту, ну, точнее, части ленты на левую и правую части. ленту, вот то, что расположено левее, значит, все это относится к моменту Т. Вот то, что расположено левее обозреваемой клетки, мы обозначим L небольшое Т. А вот то, что справа находится, мы обозначим R большое Т. Причем крайняя левая клетка вот этой части Rt, R большое Т, как раз обозревается головкой машины M. Теперь в момент T вот эта левая часть, так же, как и правая часть, они содержат конечное число единиц. Значит, у нас в начальный момент был основной код, там конечное число единиц, она проработала некоторое время T машины M. Понятно, что и слева от обозреваемой клетки и справа может образоваться только конечное число единиц. Поэтому вот в этой левой части, вот эту левую часть, можно задать одним числом, вот считать, что вот здесь в этой L большое Т записано число, причем младший разряд находится непосредственно левее клетки, которые обозревает машина M. Если вот это L большого Т состоит из нулей, значит, будем считать, что там записано число 0. В противном случае там записано некоторое число в двоичном, обычном двоичном коде. Значит, это число мы будем обозначать L X T. Это число, которое как бы представлено у нас в части L большой Т. То же самое, естественно, к правой части R X T. Там тоже число. Но здесь нам потребуется одно тоже такое техническое условие. Вот если в левой части мы считаем запись нормальная, младшие разряды справа, то вот здесь в правой части нам удобно считать, что младшие разряды слева. Как бы инверсная запись. Так что машина M обозревает младший разряд вот этой двоичной записи. Ну вот я тут прямо напишу младшие разряды слева. Ну а в остальном, значит, так же. Ну и кроме того, через Q X T будем обозначать состояние, в котором машина M находится в момент T. Вот эту тройку, вот эта тройка полностью определяет дальнейшее функционирование машины M. Ну понятно, мы вот это L восстанавливаем как двоичную запись, ставим сюда на ленту, то же самое с R восстанавливаем двоичную запись, знаем, какой там младший разряд, что он обозревается, знаем, какое состояние, значит, с этого момента можно машину запустить и продолжить работу. так что вот эта тройка полностью определяет дальнейшее функционирование машины M. Что у нас в момент T равно нулю? Какие значения? Значит, записываю L X 0. Значит, что там слева? Напомню, что в начальный момент головка машины M устанавливается на самую левую единицу основного кода, так что левее нее там вообще нули. Значит, вот это L X 0 просто 0. Теперь, что справа? Тут нетривиально. Ну, понятно, что T T N мы вот это ввели функцию, но только не X 1 X N, а наоборот, поскольку мы читаем наоборот, вот здесь будет X N и так далее X 1. Мы договорились, что запись у нас читается инверсно, младшие разряды слева, поэтому вот эта функция T будет от переменных, которые в другом порядке. Ну, и Q X 0 равно понятна единица, начальность состояния машины Тюнинга. Теперь тройку, вот эту тройку L X T R X T и Q X T мы будем записывать в виде одного числа. И это число у нас обозначается код X T Ну, вот здесь та самая функция C3, которая нумерует тройки. Ну, вот в этом порядке. Значит, C3 от L X T R X T Q X Ну, и дальше мы будем работать вот с этим числом, с этой, точнее говоря, функцией кодекса. Мы покажем, что эта функция может быть удивительна, но примитивно-рекурсивна. И проделаем это доказательство, там будет примитивная рекурсия, в частности, по параметру T. Ну, T – это время, текущее время. Теперь можно сразу выписать формулу, ну, вот ту самую формулу к линии, уже с конкретными функциями. Но вот прежде, чем ее написать, я введу одно обозначение. Значит, ρ, функция ρ, она примитивно-рекурсивна будет, от X. значит, я потом напишу, какая она на самом деле, почему она примитивна-рекурсивна. Ну, мы хотим, чтобы выполнялось следующее условие. Значит, если вы применяете функцию ρ к значению вида 2 в степени у минус 1, значит, должно получаться y минус 1. Ну, это, так сказать, декодирование основного кода. Вот это фунцеро будет выполнять декодирование. Ну, и теперь мне нужно следующую страничку открою, и теперь полностью запишу формулу клини. Значит, f от X1 и Xn уже с конкретными функциями. Значит, последнее будет ρ, она, так сказать, декодирование осуществляет. Дальше r малая, l малая, следующее код, код, ну, здесь я напишу просто x, это набор, а дальше стоит аргумент наименьшее y такое, что r вот код xt xt равен нулю. И здесь пять скобок правых. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, потом мы еще раз, может быть, не один раз посмотрим на эту функцию, но сейчас я объясню. Значит, вот эта часть, ну, вот я ее подчеркну, вот, вот эта часть, которая, функция h, вот это как раз hf, вот это здесь стоит. Значит, что мы делаем? Мы разыскиваем такой наименьший момент времени, чтобы r-малая, то есть содержательное состояние, было заключительным. Ну, понятно, что у нас, если машина заканчивает работу, то, конечно, такой момент времени найдется, ну, если она не заканчивает, то тут неопределенность возникает, ну, и дальше везде неопределенность. Нашли, значит, предположим, что действительно машина заканчивает работу, тогда находим наименьший момент времени, когда она заканчивает работу, и вот в качестве значения вот этого y появится вот этот наименьший момент времени. Мы его ставим, вот я еще одну черту сло сюда, вот в код, второй аргумент, значит, код дает номер конфигурации, а дальше стоят rl, ну, вспомним, что они извлекают, они извлекают так вот среднюю компоненту, вторую компоненту, то есть содержательное это то, что на ленте, правая часть, там как раз будет результат написан, ну, и по определению функции ρ, вот это ρ как раз дает значение записанного, значение, которое представлено в основном коде, вот оно так снимает вот эту двойку, 2 в степени у минус 1. вот так выглядит идея, ну, к идее, конечно, к этой идее можно довольно легко прийти, но вот доказательство, ну, оно не такое длинное, но все-таки некие технические вещи тут будут применяться. итак, давайте посмотрим, как определить, значит, у нас будет функция код определяться рекурсией, примитивной рекурсией по второй переменной t. Ну, давайте сразу выпишем первое, первую строчку в этой рекурсии код x0. Что это такое? Ну, здесь, естественно, c3, ну, как вы помните, слева у нас 0, это все было записано, справа ttn только не x1, а xn и так далее, x1, ну, и дальше состоит состояние q1, то есть его номер 1. Вот, это начальное условие, значит, при t равном 0, у нас все тут определено, все примитивно и рекурсивно. Вот, чтобы определить, значит, наш следующий шаг, конечно, вот, это код xt плюс 1, но, к сожалению, так просто тут не получится, мы его выпишем, конечно, но через некоторое время. Прежде всего, мы хотим, значит, там будет использоваться значение код xt, и мы хотим из этого кода извлечь нужные нам вещи, а именно, что стоит, что в момент t обозревает машина m, то есть, вот, младший разряд части rt, помните, там, младший разряд расположен справа. давайте я этот младший разряд обозначу ню xt. Если у нас есть код, то как его получить? надо сделать так, значит, rm, я сейчас скажу, что это такое, r xt на 2. Значит, r у нас определено, это то, что записано, поставил точку, значит, r xt, то, что записано справа в двоичном коде, а вот это rm, это остаток отделения данного числа на 2. Ну, давайте я вот тут напишу в общем виде, что такое rm. Значит, rm, поставлю сюда, скажем, y на 2. Это остаток отделения y на 2. Как он делается? Берем y, вычитаем целую часть отделения y на 2, умноженное на 2. Вот я выделю. А функция y пополам целая часть, у нас была в общем визит функции там не только с двойкой, минус точка и умножение примитивно-рекурсивной функции, так что вот эта функция rm, остаток отделения y на 2, конечно, примитивно-рекурсивна. итак, чтобы выяснить, что в данный момент t обозревает машина m, надо применить вот это rm к r от x t, ну и тут двоечка, значит, остаток отделения r x t на 2. Теперь, в каком состоянии в этот момент находится машина m, ну вот этот номер i, он есть q x t, мы договорились, q x t. Теперь, ну, сами числа l, r и q, ну давайте я вот тут, они легко находятся, значит, l x t по коду, ну мы знаем, как код выглядит, вот он, c 3 и так далее, значит, l x t это l l от код x t код x t раз, два, три, значит, r x t ну тут меняется только префикс r l от кода кода x t кода x t раз, два, три, ну и q x t q x t, это просто r от кода, от кода x t, вот в рекурсии, который мы так сейчас развернем, значит, будут использоваться l x t, r x t и q x t, значит, мы их извлекаем, это все будет дальше, l r и q из кода с помощью примитивно-рекурсивных функций, дальше находим nu, то есть разряд, вот то, что в правой части младший разряд с помощью функции rm, находим i, ну и нужно в программе машины m найти команду, какую, значит, ну вот, давайте считать, что a это есть nu от x t, значит, нам нужна команда a q и t, ну и там что-то написано, b движение и q и t. Ну, о том, как найти команду, это я чуть позже скажу. Предположим, что мы эту команду, там единственная команда с такой левой частью a, q и, значит, предположим, что мы ее нашли, и нам необходимо выполнить эту команду, но, значит, вот преобразовавшись, вот эти значения в коде, вот эту тройку, в соответствии с правой частью, то есть b, d и q, g. А сейчас я, ну, давайте, тут есть простая, простая часть, когда d равно s, то есть машина не сдвигает головку, то есть машина не сдвигает головку, тогда тут все довольно просто. Значит, если машина не сдвигает головку, то значение, левая часть не меняется, то есть lx t плюс 1 равно lx t. ну, понятно, что q, значит, qx t будет равно g, qx t равно g, вот то самое, которое тут в правой части присутствует, а вот правая часть, вообще говоря, меняется, там младший разряд, а в этой правой части заменяется, ну, вообще говоря, другим разрядом b. Как это записать? А вот как. Значит, r от x а, о, простите, я тут ошибся, rx t плюс 1, конечно, равно g. Так, теперь справа rx t плюс 1. Там так. Находим то, что было в момент t справа, rx t, так, вот это число. оттуда вычитаем с помощью функции, этот минус точкой, младший разряд, то есть nx t, то, что было, и к этой разности добавляем разряд b. вот таким образом изменяются значения функций l, q и r. Ну, это простой случай, когда у нас движения нет. Теперь предположим, что движение влево. lx t плюс 1. Ну, что происходит? Значит, левая часть изменяется. У нее, у левой части отсекается младший разряд. Ну, если функции, это так, мы просто должны поделить lx t на 2 и взять целую часть. Вот. Таким образом возникает значение lx t плюс 1. lx t плюс 1. Ну, q – это понятно. Тут все просто. qx t плюс 1. Есть то самое j, которое стоит в правой части. Теперь r. Значит, rx t плюс 1. давайте подумаем, что происходит. У нас, во-первых, мы должны изменить младший разряд. Вообще говоря, он младший разряд а заменяется разрядом b. И, кроме того, мы сдвигаемся налево. Значит, мы добавляем младший разряд из левой части. Вот это мы сейчас проделаем. Значит, вот сейчас формулу я напишу. Мы ее уже писали. Значит, rx t. Так. Убираем минус точкой младший разряд nu x t. Так. В скобках. Вместо него разряд b. Скобка. Скобка. А поскольку у нас добавляется еще один разряд слева. Значит, вот сюда пишем двоечку. Происходит сдвиг. И появляется младший разряд из левой части. А чему он равен? Вот это функция rm от lx t на 2. Это как раз младший разряд в левой части. Вот так определяются l, q и r в случае движения влево. Ну, нечто подобное будет и при движении вправо. значит, пусть у нас движение головки вправо. Так. Чему равно l? lx t плюс 1. Ну, тут довольно просто. Значит, мы добавляем младший разряд. Еще мы знаем, что это младший разряд равен b. То есть, мы берем, умножаем на 2 lx t, сдвиг на одну позицию и добавляем разряд b. И тут все просто. Ну, с q, q, можно было, наверное, не писать, это тоже все одинаково. Здесь g, а r тут получается тоже весьма просто. Значит, у нас происходит движение вправо. Значит, младший разряд из правой части отсекается, а что это значит? Это значит, что надо rx t поделить на 2 и взять целую часть. Так, черту. Теперь у нас выписаны формулы для определения l, r и q во всех трех случаях, когда нет движения, когда движение влево, движение вправо. Вот я раньше произнес слова. Находим в программе машины m левую часть вида а, q и t. Как это мы находим? Как вообще происходит поиск? Поиск происходит с помощью суммы, причем суммы конечной. Вот сейчас я напишу вот то, что должно быть там выше. в примитивной рекурсии вторая строчка код x t плюс 1. Значит, предполагается, что мы уже нашли там rxt, lxt, rxt и qxt. Ну и вычислили все, поскольку тут они будут использоваться. Здесь я пишу сумма, потом скажу по каким параметрам. Это будет конечная сумма. Дальше несигнум. Несигнум знакомая функция нам. Модуль а минус под модулем можно писать минус nu xt. Ну мы знаем, что это такое nu xt. Это тот самый разряд, который обозревается в момент t. Дальше несигнум. Несигнум. Снова модуль и минус l от кода xt, то есть состояние находим. Код xt. Скобка, скобка. Так. Угу. Так, вот здесь еще одна. Вот так. И умноженное 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 на c3 от lx t плюс 1 rx t плюс 1 t плюс 1. Раз, два. Все. Значит, давайте посмотрим на эту формулу. Сумма. Тут стоит конечная сумма. По каким параметрам она? Она по двум параметрам. Вот тут стоит a под модулем, под первым модулем, а под вторым модулем стоит i. Ну, a и i это, значит, a это 0,1, а i, значит, это изменяется в том интервале от единицы до сколько у нас состояний машины m. Значит, сумма конечная. Что происходит вот в этой, под этой суммой? Значит, мы разыскиваем такие значения a и i, чтобы соответствующая команда была программой машины m. Как мы сравниваем? Мы, значит, идем по всем парам a и i. А нужно, чтобы вот это a совпадало с тем символом, который обозревает машина m момент t. А этот символ определяется функцией n, nx, t. Ну, мы там писали, чему она равна. Дальше. Вот это i, номер состояния, должен быть действительно номером состояния в момент t. А как оно получается? Вот тут написано l от кода xt. Это номер состояния машины m в момент t. Вот чтобы тот самый номер здесь возник, значит, в результате модули обращаются в нули, не сигнум в единицу, и возникает вот это c3 lxt плюс 1, rxt плюс 1 и qxt плюс 1. То есть задают нам номер следующей конфигурации. Ну, вот эти l, r и q в момент t плюс 1, как они вычисляются, у нас указаны. Таким образом получается громоздкая формула примитивная рекурсия по параменту t, которая определяет нам вот эту самую функцию кода xt. Ну, а дальше формула к линии была написана ранее, как из этого кода получить значение вычитаемой функции у нас уже есть. Ну, и позвольте, значит, здесь записать некоторый итог в виде напишу на следующей страничке теорема 5. Теорема 5. имеют место равенства вместо равенства f частично рекурсивное равно f вычислимое. теорема это прямое следствие из теоремы 3 и 4. Ну, несколько слов по поводу этой теоремы. Значит, у нас вычислимые функции определялись через машины тюнинга. в принципе, вычислимые функции можно определить через другие устройства и формализмы. Ну, я не буду их перечислять, но, скажем, есть нормальные алгоритмы Маркова, есть машины с произвольным доступом памяти есть еще и другие формализмы для вычисления функций. Вот эта теорема, она будет верна для любого формализма. Так что эта теорема, ну, в некотором смысле позволяет утверждать, что тезис Чорчилла справедлив. То есть всякая, то есть классы вычислимых, ну, интуитивные, алгоритмические вычислимых функций и класс частично рекурсивных функций совпадают. На этом мы заканчиваем вот эту тему с классом частично рекурсивных функций и переходим к новой теме. Эта тема относительно недавно возникла, ну, и в курсе она относительно недавно, ну, в принципе, и в науке тоже появилась относительно недавно. Речь пойдет о классах П и НП. Ну, значит, это классы полиномиально вычислимых функций и, ну, или распознаваемых множеств, и недетерминированно наполинально распознаваемых множеств. Там интересная проблема, но чуть позже я об этом скажу, что за проблема и как она решается. Но прежде, чем сформулировать такой более простой класс П, давайте введем некоторые понятия. значит, пусть у нас имеются алфавиты А и Б. Алфавиты. Так. И пусть имеется функция вида А со звездочкой, то есть множество всех слов в алфавите А в множество Б со звездочкой. А Т от Н это функция следующего вида из Н, из множества натуральных чисел в Н. Ну, содержать на это время будет Н. Будем говорить, что функция Ф вычислима за время, ну, имеется в виду, конечно, на машине Тиринга, за время Т от Н. Т от Н. Если существует существует машина Тиринга, М, машина Тиринга, которая, ну, она работает в расширении алфавита А, которая вычисляет функцию Ф, и при этом при этом для любого слова для для любого слова А, ну, имеется в виду алфавита А, длинный Н, длинный Н, время вычисления 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 не превосходит Т от Н. Не превосходит Т от Н. Ну, поскольку функция у нас тут предполагается всегда определенной, значит, на любом слове в алфавите А машина М заканчивает работу, значит, можно посмотреть, какое время она затрачивает, и вот если время вычисления на слове длины Н, на любом слове длины Н не превосходит Т от Н, значит, говорят, что машина вычитает функцию за время Т от Н. Теперь, за полиномиальное время, значит, функция функция F вычислима за полиномиальное время, полиномиальное время, если существует ну, то же самая машина М машина М и полином полином P малое от Н, ну, что, машина М вычисляет F за время P от Н вычисляет F за время P от Н P от Н ну, дальше мы с этим сприномами свяжем некоторый класс P, но, но в основном мы будем заниматься не функциями вычислимыми, непроизвольными функциями вычислимой за полиномиальное время, такое тоже возможно и исследуется, рассматривается, а распознаванием множеств или языков, поэтому давайте еще введем некоторые понятия, ну, в принципе, они вам должны быть знакомы, значит, вот, пусть у нас имеется некоторое множество L, это не левое, просто, которое содержится в A со звездой, значит, A исходный алфавитом, теперь характеристическая функция множества L, ну, у нас, в принципе, уже возникала там характеристическая функция множества L, что это такое? Это такая функция F с индексом L, вот, ну, она там от одного параметра, она отображает множество A со звездой в множество из двух элементов, 0,1, ну, и понятно, что равна единице тогда и только тогда, когда там соответствующее слово принадлежит множеству L, то есть, если A с чертой принадлежит L, то и обратно, тогда и только тогда, когда F Lt от A с чертой равен единице. Так, ну, давайте еще откроем страничку. вот, теперь введем, наконец, обозначение P большое. Это множество, ну, часто говорят языков, множество языков, которые распознаются, или, да, у которых характеристическая функция вычисляется за полиномиальное время. Пишу множество всех языков, ну, так принято говорить, языков языков характеристические функции, которых вычислимы вычислимые за полиномиальное время. Ну, это такой важный класс множеств, ну, интерес к нему языков. Ну, он не сразу возник, но считается, что это языки, которые, ну, так, о которых можно говорить, что у них достаточно просто, можно вычислить характеристическую функцию. Ну, понимаете, это тоже вещь условная, если вот этот полином, за который она вычисляется, имеет степень, ну, скажем, несколько миллионов, то трудно говорить, простой это язык или сложный. Ну, так уж, значит, в теории алгоритмов в этом разделе закрепилось вот это вот за этим множеством П, такое, ну, не то чтобы название, вот, считается, что языки из этого множества П, ну, достаточно простые, и их-то и надо изучать в первую очередь. Ну, примеры языков это у вас будет, некоторые примеры на семинарах, ну, скажу, что очень много задач таких, ну, и школьных, и не только школьных, как раз принадлежат классу П, ну, скажем, это там не характеристические функции, ну, скажем, решение систем линейных уравнений с целочисленными коэффициентами, это задача такая, полинамиально по времени. Ну, еще более простые задачи, это, скажем, сложение десятичных, там, или двоичных чисел школьных алгоритмов, это делается за линейное время, умножение, то же самое, в позиционной системе, тоже за полинамиальное время, правда, при этом функции возникают, там, сложение, умножение, но можно и, скажем, вычислять определители, определители Булювские, то есть значение 0,1 там, над полем из двух элементов, вот там уже так, задача принадлежит классу П, ну, еще некоторые задачи, они будут рассмотрены у вас на семинарах. Давайте на этом сегодняшнюю лекцию закончим. Продолжение следует...